67 лицей урок физкультуры, но формат необычный. Ребята не пасуют выше балла и не сдают челночный бег, а играют в регби. В качестве тренера президент региональной федерации Михаил Маров. В школах ребят учат так называемому тег-регби, доступному и безопасному виду, который требует минимум инвентаря и площадка особенная для него тоже не нужна. Учатся играть малыши, третий класс. Популяризация регби в Иванове в этом году вышла на новый уровень. Спортсменам удалось выиграть президентский грант на развитие спорта. Мы уже пробиваемся не первый год, пытаемся вести регби в школу города Иваново. У всех поначалу была боязнь, боязнь, что-то новое, было как-то страшно, это нормальное явление. Но мы показали, что тег-регби это не опасно, это классно, детям нравится. Тем более мы предоставляем весь инвентарь бесплатно, мы готовим, мы проводим, мы в принципе от школы ничего не требуем, только желание участвовать, выигрывать и в принципе пробовать новый вид спорта для детей и готовить будущих чемпионов на соревнования, соответственно. Проект Ивановской регбиенной лиги отметили эксперты и выбрали среди 10 тысяч инициатив со всей страны. Грант это невозможность заработка и не государственный заказ, а поощрение за идею и желание вовлечь в спорт широкую школьную аудиторию. Размер существенный, 786 тысяч рублей. Их выделят из федеральных средств. Местное софинансирование чуть больше 100 тысяч. Проект должен быть реализован в Шуйском, Тейковском, Фурмановском районах, также в областном центре до июня 2019-го. Натаскивать на правила игры малышню будут обычные учителя на уроках физкультуры. Все игры вообще игровые виды похожи, только разнообразие идет в правилах, поэтому нет такой сложности, как таково это не составило. Просто самой нужно знать правила, иметь представление. Я так думаю, что это все зависит от педагога, чтобы это в школе, например, прижилось. Как секция регби, она будет существовать, потому что это интересный город большой, заинтересованность есть. А любые игровые виды спорта, они интересные, регби тоже более эмоциональные. С декабря в регионе будут проходить состязания школьной регби-лиги среди учеников третьих-четвертых классов. Заявились уже 20 школ. Сначала у нас была первая разминка. Мы передавали мячик сверху, сверху в первую, а снизу первую. И так три раза. Во второй раз мы делали так же, только сбоку. В третий раз у нас же были эстафеты. Отчетность по президентскому гранту очень серьезная. Регбистам предстоит доказать, что спорт этот важен, нужен и любим подрастающим поколениям. Средства по гранту поступят на счета уже в этом месяце. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.